функции преобразования данных вот у нас есть функция double to string она призвана преобразовать число double в строку возвращает string мы ей подсовываем значение которое нам необходимо перевести в строку и задаем формат точности здесь у нас может быть после запятой от 0 до 8 цифр и к примеру если мы берем некоторое значение в велью 1.28473418 , 5 то есть мы его переводим в строку и указываем что у нас формат точности 5 то в итоге у нас строку будет переведено число имеющие вид 1.28473 то есть у нас останется 5 цифр после запятой и это будет уже строка и мы сможем работать далее с нею так же как работаем с любой другой строкой функция normalize double мы ей уже пользовались она округляет число с плавающей запятой до указанной точности возвращает тип double мы и подсовываем некоторые значения это у нас число с плавающей точкой и указываем формат точности до которого нам нужно округлить данное число мы помним что стоп лоссы take profit и значение цены когда мы открываем приказ мы все время нормализовали данные значения до диджит то есть до того количества знаков после запятой которые есть в данном случае в этом числе то есть если у нас там евро доллар 5 знаков после запятой если доллар и на три знака после запятой нам необходимо было нормализовать вот эти значения до диджит у нас есть некоторая переменная 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мы нормализуем ее вот берем эту переменную далее округляем до пятого знака а и далее используем double to string функцию которую выше разобрали и вот это значение которое у нас получится в результате работы функции нормала из double мы его сразу же строку преобразуем указывая 8 знаков после запятой и выводим валерте и в итоге у нас получится вот такое значение у нас во первых будет округление раз два три 4 5 цифр будет после запятой это как раз и есть результат работы нормала из double и дальше у нас будет 8 цифр отображаться это раз два три 4 6 и три нуля получены в результате double to string функция string туда был в том случае если нам требуется строку перевести в число мы пользуемся этой функции она как раз преобразует строку содержащую символьное представление числа в число типа дабл возвращает значение типа дабл но подсовываем моему строку пример дабл вар string туда был и указываем строку обратите внимание она указывается в кавычках и в результате работы данной функции эта строка у нас становится числом 103 запятая 28 12 и дальше мы уже с этим числом работаем также как и с любым другим числом типа дабл а также нужно сказать что естественно когда мы преобразуем строку в число то у нас здесь должно стоять некоторое число то есть если у нас строка состоит из буков то буквы у нас число преобразовываться не будут далее аналогичная функция только она переводит string to integer то есть результатом на выходе у нас является число типа int мы подсовываем функции строку значение value и далее получаем интовое значение вот у нас string to integer 2589 на выходе у нас будет число 2589 с которым мы дальше будем работать также как с любым другим интовым числом далее функция string to time преобразует строку содержащую время и или дату формате таком-то в число типа дейт тайм то есть мы можем строку преобразовать во время параметры вэлью подсовываем стринговое значение вэлью ну вот например мы указываем такой-то год такой-то месяц такое-то число такое-то время и далее на выходе получаем дейт тайм функция time to string преобразует значение которое у нас подсунута в виде дейт тайм в строку формата год месяц день часы минуты время в метатрейдере а если мы его вызываем виде дейт тайм хранится в в секундах которые прошли с 1 января семидесятого года допустим возьмем функцию time current мы ее чуть попозже посмотрим и обратим внимание на то что нам выдает то мы увидим что там будет у нас просто огромное число которое казалось бы ничего не значит так вот на самом деле это как раз время в секундах которое прошло с 1 января семидесятого года по текущий момент времени и далее мы берем это время в секундах и можем с ним что-то делать и в данном случае нам бывает необходимо перевести это время строку которая удобоварима для нас с точки зрения восприятия когда увидите некое число там сто сорок семь миллионов там столько-то тысяч то не совсем понятно что это за время но когда вы это время конвертировали в вид год месяц день час то он становится понятно что это такое параметр value как раз время в секундах от 0 часов 1 января семидесятого ему дополнительный режим вывода данных то есть мы можем вот здесь если захотим указать int mode и у нас будет режим вывода такой какой нам нужен если скажем time date значит будет только год месяц день если скажем время минуты то получим часы минуты если секунды знаешь будут еще и секунды ну например берем функцию time current вот текущее время она у нас будет выдана в количестве секунд прошедших с 1 января семидесятого года далее мы используем функцию time to string и конвертируем его это время в то что для нас будет понятно если мы например напишем time seconds он нам выдаст только часы минуты если мы ничего не укажем он нам выдаст полностью дату в виде год месяц день час минута и и и и и и и